Наш эфир продолжает программа Ефима Фиштейна Похищение Европы Здравствуйте, Ефим! Добрый день всем зрителям, слушателям, может читателям со временем. Добрый день! С чего начнем? Начнем с Европы? Или в Европе ничего не происходит? Да нет, конечно, что-то происходит, несомненно. И это может быть интересно, поскольку, насколько я знаю и помню, в американских телевизионных новостях Европе уделяется минимальное внимание, словно бы действительно там ничего не происходило. Но на самом-то деле, конечно, происходит кое-что, и это может иметь значение и для Соединенных Штатов. Ну хорошо, пройдемся по некоторым, скажем так, столицам Европы. В Германии разгорается битва за позицию лидера, скажем так, центрально-консервативной партии христианских демократов и христианских социалов, не скажем, социалистов. Но эта битва сводится к тому, что за место лидера, а может быть и будущего канцлера в случае победы этой партии, борется официальный представитель партии, пока еще которого как бы назначила своим преемником, преемником Ангела Меркель, которая еще остается на посту канцлера и председателя партии, но она на излете. Она и официально заявляла это, и никто, собственно, не исходит из других предпосылок, как кроме того, что она, несомненно, уже не поведет партию на следующих выборах и не будет в следующий раз, не будет на следующий период канцлером Германии. Это место, за него соревновались разные люди. Сейчас есть как бы официальный претендент, но интересно то, что официальный претендент, центрист, так же, как и Меркель. Здесь очень важно понять коварство вот этого самоопределения на возможной политической оси координат Германии. Дело в том, что партия христианских демократов и партия христианских социалов, это братские, сестерские, так сказать, организации, они раньше располагались на правом краю политического спектра, были принципиально консервативными и право-консервативными партиями, которые противостояли левым всех видов, тех, которых унаследовали от Восточной Германии и тех, которые располагались в самой Германии Западной. Но прошло время. Почему я вспоминаю прошлое? Это было в Германии время, когда, скажем, председатель христианско-социального союза, это баварская партия, аналогичная, братская, по отношению к христианским демократам остальных земель Германии, когда эту партию вел Франц Иосиф Штраус, право-консервативный политик, и он любил говорить, что между нами и правой стенкой нельзя просунуть даже листок бумаги. И это была причина того, что рядом с этой партией не возникали, а если возникали, то тут же исчезали, другие право-консервативные группировки, или, скажем, экстремистско-радикальные право-консервативные группировки. Были и такие, типа там Народно-трудового союза, национальных всяких организаций, последующие, скажем, каких-то неонацистских партий. Ни одна из этих партий не выживала рядом с христианскими социалами Баварии. Такова была ситуация в прошлом. Сейчас время радикально изменилось. И почему я говорю, что важно самоопределение партии. Сейчас эти партии, христианско-демократическая партия прежде всего, считаются партиями центра, политического центра. И тот, кто в этом сомневается, тому достаточно посмотреть на любую картинку с партийного съезда этой партии, где он над рядами ораторов и над трибуной увидит огромное полотнище, на котором написано Ди-Ми-Те. Ми-Те это и есть центр. Партия сама себя декларирует, сама себя определяет как партию центристскую, строго. То есть, направо от этой партии открывается пустота, бездна, которую пока никто не запомнил. Существует и вроде бы даже развивается партия-альтернатива для Германии, которую в традиционных, мейнстримовых средствах массовой информации называют правоэкстремистской, праворадикальной, короче, недобитыми гитлеровцами, по сути дела. Приводятся какие-то обрывки и случайно попавшие в печать фразы, не программные, не из программ партии, а просто какой-то член партии чего-нибудь там скажет в пользу прошлого Германии. Важно понять, не в пользу Гитлера, такого не говорит в Германии никто, а в пользу какого-то прошлого Германии. Например, высказывание одного из лидеров, председателя даже партии-альтернатива для Германии, который сказал, что нацизм это птичий помет на истории Германии, которая гораздо шире и больше, чем этот нацизм, имеет в себе многие незабываемые страницы, культурные достижения, экономические достижения и военные достижения. Короче, вот таких фраз было достаточно для того, чтобы партию-альтернатива для Германии обозначить как правоэкстремистскую и вероникальную. Почему я об этом говорю так долго? Да потому что, представьте себе ситуацию, когда направо от главной правой партии страны, или консервативной, открывается пустое поле. Ничего там нет, других партий там нет. Есть там либеральная партия свободных, но у нее нет недостаточного веса политического, да и, пожалуй, сегодня тоже непонятно, где, собственно, находятся либералы. Может быть, они находятся еще левее, чем центр. И вот такая ситуация оказывается нормальной в современной Европе. Потому что единственная консервативная сила ушла глубоко налево, и направо от нее не допускается никакая другая сила. А если она возникает как альтернатива для Германии, то она объявляется правоэкстремистской, то есть не рукопожатной. И все остальные партии, кстати, коммунисты и коммунистические последыши, объединенные в партию левые, так это и называется, левая партия, это перекрасившаяся фактически коммунистическая партия восточной Германии, которая называется белевыми. Так все эти партии, левые, зеленые, экологические партии, другие партии, существующие в Германии, и даже консервативная, это партия, христианско-демократический союз. Как правило, перед выборами дают клятвенное обещание не вступать ни в какие альянсы с этой правоконсервативной, радикальной, экстремистской, неонацистской, как хотите назовите, партией. То есть ситуация явно не сбалансированная, ситуация, скорее бы сказал, чреватая возможными эксцессами, потому что нация, народ в такой ситуации жить не может. Так вот, в рядах партии схлестнулось ее совершенно центристское крыло, объединенное вокруг тех, кто шел с Меркели, был ее союзниками полными, в партии христианских демократов. И партия христианских социалов, лидер которой, Сёдер, это премьер Баварии, себя позиционирует как все-таки правую альтернативу по отношению к меркелевцам классического плана. Это Германия. Германия, которая готовится к сентябрьским выборам, идет на эти выборы крайне беспокойно, потому что время однозначного лидерства Меркель и ее правление фактически закончилось, заканчивается, все это ощущают, что придет на смену. Скажем, социал-демократия, крайне сдвинувшаяся налево и блокирующаяся во многих землях Германии с левой партией, то есть с посткоммунистической партией или с зелеными. Зелеными набирают силу постепенно, и вполне вероятно, что следующим примером может оказаться и зеленый политик, то есть политики, сосредоточенные полностью на экологической проблематике и собирающиеся эту проблематику решать радикальными, типа социалистическими методами, типа обобществления, типа повышения налогов для налогообложения специально в пользу экологических проектов и так далее. Многие из этого вы хорошо знаете, многое из этого вы хорошо знаете по ситуации в Соединенных Штатах, где базиновская программа «Зеленый удел», зеленый его проект, скажем так, «Зеленый договор с общественностью», примерно так же выглядит. Это под копирку списано. Так вот, такая же ситуация, но с одним отличием. Такой силы зеленые не имеют ни в какой другой стране Европы, ни во Франции, ни в Британии, ни даже в Австрии. Они присутствуют в парламентах, но не представляют собой радикальной, серьезной альтернативы к существующим правительствам. Во Франции, я уже можно и говорил, в прошлый раз об этом продолжается гонка, опять же, ввиду предстоящих президентских выборов, на которые идут пока голова в голову, ноздря в ноздрю, нынешний президент Макрон и председательницей национального альянса, это бывший национальный фронт, Марин Люпен, дочь основателя партии. Ее тоже, в принципе, мейнстримовская печать, печать главного направления, именуют не иначе, как праворадикальной, фактически тоже экстремистской и популистской, разумеется. Дело в том, что наклеив подобного рода наклейки, ярлыки на лбы этих политиков, их как бы исключают из рукопожатного спектра. То есть, кто бы не победил во Франции, скажем, если это даже будет не Макрон, он не сможет вступить в альянс, в коалицию, а не сможет, в принципе, и как-то иначе блокироваться с Марин Люпен. Но что самое смешное, Макрон ввиду изменившегося соотношения сил сам перенимает, и это самое, я бы сказал, комичное во всем этом, он сам перенимает многие тизисы. Марин Люпен, пытаясь обломить ее копию, пытаясь отнять у нее то, что может оказаться маркетинговым политическим преимуществом. Он стал выступать с позиций антиисламских, это очень важно понять, во Франции исламизм становится серьезной политической альтернативой ко всем не мусульманским партиям, христианским, прочим, буддистскими, буддейскими, прочим силам, ислам становится серьезной политической альтернативой. И вот Макрон принимает законодательство, которое или обязует исламские организации принести клятву верности республике, и наоборот подавить все фактически религиозные направления в собственном исламском, промусульмском, мусульмском движении Франции. Во Франции крайне сильные организации, связанные с местными мечетями, которые сорганизованы вокруг мечети и фактически являются, скажем так, политическим крылом мусульманских организаций типа джихадистских. Поэтому Макрон пытается такие мечети прикрыть. Но, опять же, эта история совсем непростая, неоднозначная. Сейчас прикрывают в одних регионах Франции серьезные экстремистские мусульманские организации, в то время как в Страсбурге, а это, как известно, вторая столица Европейского Союза после Брюсселя, в Страсбурге строится гигантская, самая крупная мечеть в Европе вообще, под тем прикрытием, что ее не финансирует Французская Республика, а финансирует Турция. Она как бы представляет то крыло мусульман французских, которые подчинены Стамбуру и подчинены фактически турецкому президенту Эрдогану. Вот такая сложная комбинация. И на этом фоне, разумеется, опять снова и снова оказывается на другом полюсе европейского развития Восточная Европа, которая мощно объединена вокруг Вышеградской четверки, а сейчас эту четверку начал возглавлять канцлер Австрии Себастьян Курц, который оказался достаточно боевым и достаточно самостоятельным, и он противопоставляет не только Австрию, но и всю эту Вышеградскую четверку, вокруг него сгруппировавшуюся, противопоставляет Брюссельскому центру Евросоюза. В общем, развитие совсем неоднозначное. Любопытен другой сюжет, который параллельно развивается. И это реакция европейцев на грозящую русско-украинскую войну. Это обострение отношений на границах между Россией и Украиной. Это завоз тяжелой техники и контингентов военнослужащих российских. Сейчас Россия сосредоточила на границах Украины примерно 80 тысяч. Военнослужащих, причем ударных десантных войск. Сгруппировал их флот в Черноморье. И вот вопрос. Сами украинцы всерьез верят и пытаются делать все для того, чтобы переубедить и остальных европейцев, и мир в том, что в случае вооруженного конфликта НАТО придет им на помощь. НАТО и, конечно, в первую очередь Байденовская Америка. Это настолько иллюзорно, что грозит самим украинцам крупнейшим разочарованием. Разумеется, войны сейчас не будет. Она будет только тогда, когда она окажется выгодной для Путина. Когда она сможет его авторитет как вождя восстанавливающегося советского государства, империи, если хотите. Когда это будет выгодно для него. И момент, в данном случае, для удара выбирает он фактически. Он может действовать через ОРДЛО, так называемое. Это Донецко-Луганское вооруженное формирование. Опять же, Россия поддерживаемая, вооружаемая, снабжаемая всем необходимым. Или он может провести центровой удар по главным центрам Украины, где достаточных сил для сопротивления нет. Так вот, украинцы всерьез верят, что после того, как Байден, американский президент, не назвал Путина убийцей, как они часто повторяют это, он не назвал, он стал фактически марионеткой в одной весьма серьезно задуманной провокации, когда Джордж Степанопулос, бывший пресс-секретарь Обамы, а ныне якобы журналист, задал ему в одном из редких, а их всего-то было, это, по-моему, было первое, интервью телевизионных Байдену, он задал ему вопрос, не можем ли мы тогда, я цитирую дословно, не можем ли мы тогда назвать Путина убийцей? На что Байден сказал, ну, наверное, можем, вообще-то можем. И все, он даже слова убийца не произнес, но получил якобы ореол человека, который вот сейчас Путин это и ударит по рукам, и накажет. Я говорю это для смеха, потому что все вы уже знаете, что не далее, как сегодня Байден предложил Путину встречу в верхах. Встречу в верхах. А теперь попробуйте сопоставить эти два факта. Человек, назвавший другого лидера государства убийцей, ему предлагают встречу в верхах, не на территории Америки или России, а на территории третьего государства. Да хотя бы здесь, в Праге, откуда я сейчас с вами говорю. Почему бы и нет? И Путин то ли согласится, то ли не согласится, но сразу можно смело сказать и предположить, что если он согласится, то опять же на своих условиях, и опять же посадит фактически в тарелку самого Байдена. Потому что вообще-то у хороших политиков и дипломатов не принято в один день говорить другому партнеру «ты убийца», а затем приглашать его сесть к общему столу. Но такова ситуация в Америке, таков президент Байден. Байден, это человек, который говорит Украине, что в случае чего Америка придет на подмогу, совершенно игнорируя то печальное обстоятельство, тот факт, но совершенно непререкаемый факт, что у Америки нет никаких вооруженных сил в окрестностях России. Да далеко их нету. Ближайшая военная база серьезная, это Форт Трамп на востоке Польши, где 5000 военнослужащих американских, и пару в основном воздушных частей на территории Балтийских республик, главным образом Латвии и Литвы. Так вот, это вооружение не только недостаточно для любого превентивного удара, но оно недостаточно для обороны. Как представляет себе Байден, говоря украинцам, мы придем на помощь. Какую помощь и откуда? Из Германии, куда он, кстати, сейчас поставил, по-моему, 500 или 5000 военнослужащих вдобавку. Это вообще смешные цифры на фоне ударного кулака, который сосредотачивает Россия рядом с Украиной. Это вообще, говорить здесь не приходится, ни один военный вам не скажет, что ситуация обстоит несколько иначе. Что американцы могут, скажем, выбросить десант, мне хотелось бы узнать, какой численности десант, в центр Украины. Или высадиться на побережье нас, вроде открытия второго фронта. Как? С кого? С тех катеров или с тех небольшого количества кораблей, которые есть, где есть только моряки и практически нет пехоты, морской пехоты, которая могла бы вообще высаживаться. То есть, это фактически, я бы сказал, скрытое предательство. Это скрытое наускивание без какой-либо возможности оказать реальную помощь. Первая помощь, которая могла бы быть оказана, это поставка Украине летального оружия. Но летальное оружие не поставил президент Байден, а поставил противотанковые снаряды Джевелин, бывший президент Трамп. Так что, украинцы могут напороться, если Россия решит, что война не выгодна, на очень серьезное разочарование и потери территории. Это, что касается европейских обещаний. Что касается самой Европы и возможных санкций новых, я хочу напомнить, что санкции, по большому счету, были, главным образом, персональными. И касались людей из путинского окружения. Кого сейчас такие санкции могут удивить или как-то неприятно поразить, учитывая, что все путинские шестерки или уже перевели свои западные капиталы на племянников и дядей. Или просто забрали свои авуары и они у них в других местах, не в Соединенных Штатах и не в Европе. И при этом, опять же, вроде того, как мы придем на помощь, хотя не знаем с чем, с кем и с чем, что мы можем на помощь послать. Точно так же, скажем, Германия, которая рассчитывает на достройку Северного потока-2. На достройку, там осталось менее 5% объема еще достройки, всего объема строительства. Так вот, Германия на одном дыхании говорит, что да, мы наложим санкции, но не Северный поток, конечно. Там мы будем, наоборот, развивать сотрудничество. И после заявлений Байдена о кремлевском убийце, тут же Макрон, президент Франции, и Меркель еще, концерт Германии, тут же связались с Путиным по телефону и объяснили ему, что лучше поосторожнее там с Украиной. А Путин им сказал, вы лучше надавите на Украину, пусть она не безумствует. То есть, это настолько лицемерная, я бы сказал, даже предательская по отношению к Украине политика, с одной стороны, заводить украинцев, хотя заводить тут совершенно не надо, достаточно сильных, повторяю, жестов, помощи, которые не оказаны нигде, ни на каком уровне, ни на одном, ни в одной международной организации. И даже в ООН, разумеется, это вообще куром на смех международной организации, но даже там не провели и даже не поставили на обсуждение резолюцию, осуждающую лично Путина, или каким-то образом ущемляющего его как президента России. Ничего такого нет. То есть, мы являемся свидетелями, с одной стороны, серьезного разложения внутри самой Европы, то есть Европейского Союза, особенно после ухода Британии. Кстати, предполагавшийся кризис в Британии из-за Брексита, из-за ухода Британии, не состоялся. Объемы торговли, торговли с Европой, которая по идее и по мысли всех аналитиков противников Брексита, они должны были упасть. И упасть стремительно. Они сейчас снова растут. И те же самые аналитики, мне очень всегда смешно и больно читать их выводы, что в то время, как объемы падали из-за Брексита, сейчас эти объемы торговли, торговля между Великобританией и Европейским Союзом снова растет, невзирая на Брексит. То есть, как ни крути, получилась для Британии полная трагедия, но невзирая на это, Британия делаю совсем неплохие. А учитывая и то, что Британия лучше всех других европейских стран, всех без исключения, справилась сейчас с пандемией. Ковида, учитывая это, можно сказать, что фактически все эти потуги представляются достаточно жалкими, если смотреть на ситуацию в Европе, непредвзято, объективно, я бы сказал. Вот такая картина вырисовывается на старом континенте, в старом свете. Спасибо, Ефима. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут, после чего вернемся и продолжим вашу программу. Возвращаемся в программу Ефима Фиштейна. Похищение Европы. Поговорили мы о Европе, ну а теперь давайте попробуем разобраться, что же происходит. Я бы предложил еще чуть-чуть задержаться в Европе, но, как говорится, одним боком только, потому что именно одним боком к Европе относится такая страна, как Турция, например. Турция, между прочим, член НАТО и даже ее столица находится на территории Европы фактически. Так вот, я хочу сказать, что представление о том, что НАТО бросится в бой как один человек и придет на помощь Украине, оно не просто, я бы сказал, преступно извращенное, коварное представление, грозящее провалом самим украинцам. Представьте себе, что не только немцы, которые вообще давным-давно ни с кем воевать не собираются и не могут, я бы даже сказал. Представьте себе, что на востоке Европы живут в основном люди, которые не хотят воевать принципиально с Россией, не понимая смысла в такой войне. Ну и представьте себе, что американская армия, о которой мы говорим как о костяке, это же основа НАТО, не правда ли? Не Турция, которая тоже член НАТО, но воевать с Россией не пойдет, разве что за свои интересы, разве что за возвращение Крыма, но не к Украине, а себе. Потому что и Эрдоган говорит Крым наш, не только Путин. Крым наш и был давно нашим. Так вот, представить себе такую войну невозможно. Почему? Да потому что сама мораль американской армии совсем не та. Американская армия сегодня абсолютно не готова к наступательной войне, потому что все достоинства типа патриотического героизма, патриотизма вообще, офицерской чести и прочее, они не входят в число разделяемых ценностей сегодня. Это не ценности американской армии. Главная ценность это обеспечение равномерного представительства всех 350 или сколько их сейчас насчитывается, человеческих полов в этой армии. Их равномерное распределение и оценка по достоинствам. И американская армия заботится и готова выделить колоссальные деньги на то, чтобы люди переходили из пола в пол по своим представлениям. Она готова выплатить 250 тысяч долларов за хирургическую операцию для производства так называемых трансгендеров, которые потом в этой армии будут широко представлены. А если кто-то хочет стать дважды трансгендером, то он получит еще раз ту же сумму для проведения обратной операции. Короче, то, что американская армия погружена в это бредовое состояние, когда вместо того, для чего армия вообще существует, для обороны страны, для борьбы с врагом, если хотите, даже для продвижения интересов страны во внешнем мире. Эта армия сегодня заботится о другом. Я был поражен, видя военное учение американской армии нынешней. Это не те отряды бриташей парней, которые идут и подпевают или запевают вместе с сержантом «I don't know, but I was told» Знаменитая американская маршевая песня. Нет, они изучают и тренируются воспроизводить так называемые боевые танцы африканских племен с постукиванием себя в грудь, в щит, с барабанами и так далее. И произносить боевые клики африканских племен. Вы думаете, что армия, которая будет занята вот такими танцами африканских племен, боевых, она способна запугать наступающую российскую армию? А для чего вообще? Тут мораль армии определяется с ясным пониманием, для чего мы рискуем жизнью. Для чего эта армия, повторяю, будет вообще рисковать своей жизнью? И для чего отцы и матери этих армейцев, этих парней будут отдавать своих детей в такую армию? Короче, мне представляется позиция Турции здесь особо интересная, именно потому, что это европейская страна, которая с Россией воевать не будет ни за что, ко мне самого Крыма. Но в последние дни наметился и крайне интересный поворот в отношениях Турции, весьма ассертивная, как сейчас говорят, весьма настырная и наступательная, Турции Эрдогана, нового турецкого паши. Так вот, по отношению к Европейскому Союзу. Недавно случилась история, которая наверняка и в американской печати, несмотря на ее скупость в отношении европейских дел, была наверняка представлена и в американской печати, и средствах массовой информации. Когда приехала в Турцию делегация Европейского Союза во главе с председательницей Европейской комиссии, фундерлайн. Представляете себе, представитель Европейской комиссии, это, можно сказать, премьер-министр, если не президент всего Европейского Союза, со своим министром иностранных дел, Жозетом Борева. Так вот, и это был уже Мишель, министр иностранных дел нынешней комиссии. Так вот, турецкий паша Эрдоган поставил у традиционного камина два кресла, в нее сел он сам, первым подав знак, и рядом усадил министра иностранных дел Европейского Союза. А президента Европейского Союза, или председателя, если хотите, правительства, потому что Еврокомиссия это правительство Европейского Союза, он вообще ей указал на отдаленный диван, куда она и села, сложив ручки на колени. И это, считается, в Европе было оценено как не просто афронт, выпад против Европейского Союза, но и глубочайшее унижение, буквально пощечина Евросоюза. А ведь с чем приехал Евросоюз? Думаете, с какими-то угрозами он приехал, чтобы предложить Турции еще несколько миллиардов евро? Вы помните, что Меркель уже дала Турции 6 миллиардов за то, чтобы они призакрыли чуть границы и не пускали сирийских беженцев дальше в Европу. Так вот, поскольку Эрдоган сказал, а у меня деньги ваши кончились, хотите не получать беженцев, хотите, чтобы я держал беженцев здесь, в запертии, в Турции? Да вы платите. И платите регулярно. И они привезли ему обещание еще 3 миллиардов евро, если он по-прежнему будет задерживать беженцев на своей территории. Сами понимаете, что за территория и какова судьба этих беженцев. И каковы эти псевдогуманистические устремления и ценности Европейского Союза готовы платить за недопущение этих беженцев к себе? Потому что считается бонтоном Европы этих беженцев приютить у себя. А если можно заплатить, чтобы их у себя приютил в жесточайших условиях некто другой, то, разумеется, такова степень, я бы сказал, ханжества, прокламируемого гуманизма и реализуемого на деле прагматического ханжества европейцев. Ну и Эрдоган ответил им унижением, полным унижением Европейскому Союзу. До сих пор они пытаются переварить. Они пока, между прочим, дело было на прошлой неделе, они пока еще даже никаким заявлением, резко осуждающим, такую выходку турецкого Паши, не ответили. Они просто молчат и думают, как же нам отреагировать. И пока были заявления в том смысле только, что, наверное, речь идет о досадном недоразумении. Но не было достаточно кресел вокруг камина, и пришлось председательнице Еврокомиссии сесть в уголке, где-то там рядом с официантами и обслуживающими персоналами. Ну, чудовищный афронт, выходка, выпад в адрес Евросоюза. Но Евросоюз этот пережил, потому что он сейчас чувствует, что он оказался в крайне плохой ситуации. Евросоюз фактически на грани самороспуска. Причем они все это и говорят, что если дело так пойдет, ну какой же смысл? У нас нет никакой общей политики вообще ни в чем. Если ее не оказалось в отношении эпидемии, пандемии, у нас нет ни общих вакцин, ни общей дистрибуции вакцин. Когда попытались западные европейские страны навязать свою схему, что сначала вакцины получат они, а восточные европейцы в последнюю очередь, те взбунтовались, сказали ничего подобного, мы не допустим. Короче, вот такой разлад оказывается он и в сфере внешней политики. Он и в сфере внешней политики, так же, как и внутренней. То есть, единственная сфера, где в принципе они могут рассчитывать на какую-то взаимность, это энергетическое, климатическое, но и там взаимности нет, и не намещается, потому что северный поток поляки радикально не хотят, не хотят и прибалты, не хочет и та же Украина, которая не является членом Евросоюза, но пытается как бы пристроиться к этому блоку. И хотят только те западноевропейские страны, типа Бельгии и Голландии, ну, Бенелюкса в целом, которые и сами находятся в трагической ситуации, учитывая их высочайшую смертность от ковида. Это страны, которые пострадали более всего, хотя и ссылались на эффект Брексита, который погубит Великобританию, но каким-то образом он ее не погубил. Вот такая вот картина. Давайте перейдем к Америке, если хотите. Тоже события масса, даже не знаю, с чего начать. Ну, во-первых, наверное, вы слышали, в Миннеаполисе у нас очередные, так сказать, погромы, очередные грабежи. Это связано с тем, что полицейская застрелила молодого афроамериканца, остановили они его за нарушение правил дорожного движения, потом выяснилось, что на него есть приказ о его аресте, за ограбление, там, с применением оружия, что-то такое. Полицейская стала надевать на него наручники, он вырвался, кинулся в машину, она в него выстрелила. Сейчас она объясняет это тем, что она хотела использовать тейзер, но перепутала. В это верится с трудом, потому что, скажу, хотя в стрессовой ситуации все может произойти. Кто ее знает, может, она в этот момент думала, что он сейчас вынет пистолет и будет стрелять. В общем, тейзер находится... Ну, я подозреваю, мы находимся на грани, чем, собственно, поскольку президент подписывает один указ за другим. Я думаю, что на очереди пересмотр всего американского криминального, уголовного законодательства, уголовного законодательства, так, чтобы исключить возможные инциденты этого типа. Тогда полицейские просто получат полный запрет на... Не только на задержание афроамериканцев, но и вообще на то, чтобы их как-то тревожить. Если даже он ляжет посреди улицы и будет там вливать автомобили проезжающие, я думаю, что это будет считаться миндеминер. Это будет считаться мелким, незаслуживающим внимания полицейского проспекта. Вот такое законодательство, думаю, не за горами. Ну, в Калифорнии уже приняли, по-моему, закон, когда, если ваш дом ограбили, вас не убили, то это считается не преступлением, а мездеминер. Не фейлоня, а мездеминер. В Орегоне тоже что-то подобное. Все мелкие преступления, кражи, включая кражи внутри квартир или домов, я не говорю уже о наркотике или проституции, то это вполне все узаконено. Но даже вот такие кражи считаются сейчас мелким проступком. Максимально можно пожурить. Если хозяин пожурит его за то, что он выносит телевизор, то это будет в порядке. А если же он захочет телевизор отобрать обратно, это будет считаться ограблением чернокожего. Представительница Хамаса в Конгрессе в Нижней Палате от штата Мичиган, Рашид Этлаиб, выступила с инициативой вообще отменить полицию. Отменить полицию. Просто вот отмените все. То есть нас надо разоружить законопослушных граждан и ликвидировать полицию. Вот примерно такая идея. Погласен, идея хорошая. Да. Что касается... Пора, пора. Мы уже не во времена судьи Линча. Мы должны разоружить полицию полностью. И отдать процесс восстановления правопорядка, отдать в руки... Антифы и Белы. Совершенно верно. Кстати, Белы. Социальная работа. Кстати, когда дело доходит до практики, то часто те же самые губернаторы или мэры городов вдруг вспоминают о полиции. Как это произошло, кстати, в том же Миннеаполисе, Миннеаполисе, где Белы все-таки вспомнили. А для чего же у нас полиция, если она ничего не делает? А потому что мы это делать все запретили. Ну, короче, это лишь детали машинства, которые находят без предела, которые происходят в Америке. Там удивляется скорее какая-то странная, литургическая такая реакция. Самих американцев не способны ни на что. Но это уже другое. Другой вопрос. Что касается Black Lives Matter, корпорации давали сотни миллионов долларов на поддержку этой организации, на борьбу с расовым, с системным расизмом. Сейчас выясняется, ну, это основная сила, вот, скажем, у Маркса основной силой, движущей силой революции был рабочий класс. На сегодняшний день основной движущей силой революции, американской, является афроамериканская община. Вообще этнические общины. Так вот, создательница... Сергей, вы правы, и прежде всего именно афроамериканская, потому что попытались приложить вот эту систему к Латинос, к выходцам из Латинской Америки, это не очень получается. Среди них очень много избирателей Трампа. Сейчас напрочь разругалась афроамериканская община с азиатской общиной, вы это прекрасно знаете. Азиаты стали объектами многих нападений и недружелюбного отношения афроамериканцев. Я жду, когда азиаты осознают свое место в этой... Они до сих пор, по-моему... Вы знаете, что я вас в этом месте перебью и скажу, что вы не дождетесь этого, потому что сегодня на пресс-конференции Шмак Шумер, Карга Пелоси, Хирона из Галаев, это сенаторша, и еще одна азиатка из Конгресса представили законопроект под общим названием, так сказать, Остановить ненависть в отношении выходцев, в отношении азиатов. То есть, что... Ведь законопроект это не просто там какие-то слова, это средства отпущены, это деньги, деньги налогоплательщиков. Это значит, что несмотря на видео, несмотря на статистику, что это действительно негры бьют азиатов, негры атакуют азиатов, несмотря на эту статистику, они все представляли, пытались представить, что это якобы вот белые супремасисты атакуют азиатов, но не получилось. Так что они сейчас делают? Грядут выборы очередные в следующем году, сейчас они собираются выделить деньги, и поверьте мне, это будет леворадикальное азиатское отребие, которое создадут неправительственные организации, которые получат миллионы и миллионы долларов от наших денег налогоплательщиков и будут заниматься пропагандой, готовясь к выборам. То есть, что делают демократы нашими деньгами? Они почуют всевозможные радикальные организации, будь то афроамериканские, будь то латинос, будь то лесбиянки, кто угодно, феминистки и так далее. То есть, выделяют определенную группу, якобы отстаивая права этих групп, они финансируют леворадикальные организации, которые под зонтиком, просто прикрываются названием таким. А все эти организации занимаются единственной целью – пропагандой. Пропагандой против строя капиталистического, против республиканской партии, против американских ценностей, против конституции. И вот сейчас они будут финансировать азиатскую какую-то группу организаций, которая придерживается леворадикальных взглядов. Ну, собственно, огромные деньги, почему и не выступать за поддержку леворадикальных взглядов. Вот это то, что делают демократы. Это не сегодня произошло, это на протяжении долгой истории. За наши деньги они обеспечивают себе выборы, финансируя, выделяя колоссальные гранты всевозможным леворадикальным организациям, которые якобы выступают за благие намерения. Вот сейчас, буквально сегодня, они выступили с инициативой законопроект, пожалуйста, и начнут вливать туда деньги. Мерзость. Это все понятно, но если смотреть все-таки чуть глубже, то сразу станет ясно, что в истории никакими деньгами, никакой пропагандой не удавалось остановить реальное развитие мира, остановить развитие общества. И там, где есть для этого реальные предпосылки, такое сообщество все равно, несмотря на любую пропаганду, возвращается к своим истокам. Я хочу привести другой пример. Ведь азиаты это очень трудолюбивое землячество, очень трудолюбивое и достаточно хорошо разбогатевшее. Как только они увидят, что и их денежки сыпятся в ту же мусорную яму, как только они увидят, что Америка беднеет, а они туда приехали не для того, чтобы жить бедно. Они уже поколениями живут там и именно живут хорошо и обеспеченно, и трудолюбиво. Вот такое землячество крайне сомнительно, чтобы его можно было, как говорится, переубедить. Такое землячество стоит на прочных основаниях, на тех же, что стоят и другие Американцы. Я глубоко уверен в этом. Если бы пропаганда могла переосмыслить мир и дать нам другой мир, она бы это уже сделала. Она бы это уже сделала. Одной пропагандой там не входит. Нужно, приходится заставлять, а заставить, если будет в Америке каким-то образом политически сомкнуться и белое население, и азиатское население, и латинос, которые в большом числе тоже стали жить зажиточно и не хотят уже избирать этих левых. Так вот, как только это произойдет, такая смычка, и станет ясно, что Америка беднеет на глазах, превращается во вторую в Венесуэлу, то я думаю, что никакая пропаганда здесь не поможет. Так вот, таково мое глубокое убеждение. Я и сам знаю все потенциальные возможности левой пропаганды, как это население оболванивает. Но, рано или поздно, это оболванивание. Я не знаю, как рано или поздно, но более 60% студентов высших учебных заведений предпочитают жить при социализме. А вы говорите, пропаганда не работает. А что касается Венесуэлы или Куба, вот вы хорошие примеры, кстати, коснулись. Куба была одной из богатейших стран в Карибском бассейне. Венесуэла была одним из главных поставщиков нефти на мировой рынок. И что? И потом пришел Чавес, а такие Чавесы находятся, неважно, Чавес это, Пелоси, Шумер, Байден, Харрис, находятся такие Чавесы, и все. Это из-за пропаганды, что пропаганда их только оболванивала. Нет, там тоталитарный строй. Тоталитарный строй, он не был тоталитарным. Когда он, все правильно, когда Чавес захватил власть, это стал тоталитарный строй. Когда в Кубе произошла революция, выкинули Батисту, тогда это превратилось в тоталитарный строй. На наших глазах в Америке тоталитаризм процветает. К сожалению, делает такие шаги, что... ...скатывание к тоталитаризму. Но тоталитаризм не одной пропагандой жив, а жив в крови пропаганды еще и штыками. Он на штыках всегда держит, на грубой силе, на насилии. Понимаете? А не только на газете «Правда». Она является, разумеется, хорошим подсобным материалом для этого. Согласен. Ефим, к сожалению, времени не осталось, сейчас нас прервут. Спасибо вам огромное. До встречи в следующий раз. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!